Мы вместе с вами открыли один текст, который записан 1 Фессалоникийцам, 5 глава. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Прочитаем один стих и немножко о нем подумаем. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Это последняя глава этой книги, послание 1 Фессалоникийцам, и чем она интересна. В принципе, вся книга говорит о взаимоотношениях. И знаете, если бы спросили, сказали, «Паша, скажи, какая, как на твое просто мнение, самая сложная тема, практическая тема?» Вы знаете, мы много чего знаем. Наши мозги иногда кажутся такими большими, что туда уже ничего не вмещается. Но что-то практическое, что является самым сложным? Я бы ответил, это что-то, что касается взаимоотношений. Это самая сложная сфера, когда мы должны где-то с друг другом какие-то проходить сложные этапы жизни, какие-то трудности, конфликты. И не подумайте, мы не говорим сейчас о людях, которые там где-то находятся. Вот как нам с ними сложно? С ними как-то проще. Он не такой близкий мне, поэтому как бы да, может сделали больно, но я пошел дальше, это человек никто для меня. Когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о друг-друге, когда мы говорим о личных взаимоотношениях внутри церкви. Апостол Павел пишет это послание в эту церковь. Это очень молодая церковь. Это свежее послание, как только церковь там организовалась. И вот уехавший оттуда, Павел пишет им письмо. И в конце этой книги, этого послания, в пятой главе, такой как бы, есть, если вы читали эту книгу, она очень интересная, и в конце пятой главы есть много таких как бы побуждений к действию. Вот если вы посмотрите 15 стих, смотрите, чтобы кто кому не возбрал злом за злом. 16 всегда радуйтесь, 17 непрестанно молитесь, 18 за все благодарите, 19 духа не угошайте, 20 пророчества не уничижайте, 21 все испытывайте, хорошего держитесь, 22 держитесь от всякого рода зла. То есть много таких практических рекомендаций. И как кульминация всего, апостол Павел говорил много в этой книге, и вот в конце он говорит, как бы знаете, такой постскриптон, или что-то очень важное, вот это не забудьте. И вот об этом он здесь говорит. 15 стих, еще раз давайте прочитаем, смотрите. То есть он как бы хочет показать, что нам нужно сейчас быть более внимательными. Он как бы, обратите свое внимание, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Апостол Павел не говорит о том, чтобы мы как верующие не воздавали злом там неверующим людям, которые находятся вне церкви, которые вообще не знают Бога. Апостол Павел обращается конкретно к церкви, то есть к верующим людям, как будто он говорит сегодня тебе и мне, говорит, послушай, Паша, и вот ты, например, вы должны не воздавать друг другу злом за злом. То есть если кто-то причинил тебе зло, а такое было, есть и будет, потому что мы не идеальны с вами, мы много ошибаемся. И церковь это не идеальные люди. Да, нам нужно учиться, да, есть куда расти, но мы должны этим, как бы, трудности проходить, и проходить по Божьим рекомендациям. И вот какие они. Он предупреждает, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. То есть это говорит о том, что если в вашу жизнь пришло зло, и, как правило, оно приходит от кого-то, и часто оно приходит от того, кого вы знаете, это близкий, может быть, вам человек, что-то плохое произошло. Нарушились отношения, и Павел говорит, твоя задача не воздавать злом, то есть не отвечать злом. Вы знаете, когда мы, например, уложим сдачу в карман, и когда вы заходите в какой-то магазин, у вас спрашивают, а есть у вас там мелочь еще? Есть еще какие-то у вас купюры? Обычно мелкие спрашивают. И вот часто мы можем давать, а можем не давать. Вот эта идея здесь заложена, чтобы в нашем кошельке, кошелек нашей жизни, никогда не было вот этих вот дел зла, не было сдачи зла. Как бы, чтобы нам не платили, какую купюру в нашу жизнь не заходила, какой бы она злой не было. Апостол Павел просит, чтобы в вашей жизни, в кошельке вашей жизни, не было сдачи зла, чтобы вы не отдавали злом за злом. Но, заметьте, стоит точка с запятой, и продолжается предложение, но, есть такой как бы серьезный момент, но всегда ищите добра. То есть не просто, не изживите так, как живут, то есть не делайте зло по отношению к другим людям. Даже тех, кто сделали вам зло, не просто не делайте злого, но есть рекомендации, следующий такой призыв, ищите добра. То есть, знаете, есть какой-то, может быть, первый уровень, когда мы можем сказать, мне сделали зло, мне было больно, и я промолчал. Или я ушел в сторону, и я не ответил тем же. Это первый уровень. Может быть, второй, первый бы, я сказал, я не ответил злом. Мы можем еще ответить. Второй уровень, когда мы говорим, что я не ответил злом, я это принял, растворил в себе, я с этим переборолся, Бог мне помог, я молился об этом. И я не ответил, не только не ответил злом, но я просто ушел в сторону, уж стал меньшим. И знаете, есть какой-то лучший путь, это Божий стандарт, говорится о том, что когда в вашу жизнь приходит зло от кого-то, вы не просто должны, вы не просто не должны как бы ответить злом, вы не просто должны уйти в сторону, ничего не ответить, Но вы должны найти в своем кошельке сдачу добра. Ищите добра, всегда ищите добра. То есть нет здесь, но в таких вот случаях есть у вас исключения. О, были бы эти исключения, как было бы нам хорошо. Мы бы схватились за эти исключения и сказали, классно, и вот здесь бы кого-то подловили. Но Павел предупреждает, что всегда, то есть нет исключений, всегда мы должны искать добро. В ответ на зло. Первое, он говорит о том, что мы должны искать добро кому? Если вы смотрите со мной в тексте, есть, да? Друг другу. Друг другу. То есть это речь опять-таки о церкви, о людях, которые внутри церкви, о взаимоотношениях между нами, между друг другом. То есть прежде всего мы должны искать добра друг другу. Но на этом мы не должны остановиться. Наше добро должно распространяться дальше и дальше. Знаете, когда я изучал этот текст, я просто несколько рекомендаций взял для себя, для своей жизни. И это такое, как применение было для меня. Я просто хочу поделиться с вами, если вы где-то найдете отклик для вас, просто возможно это будет применением этого отрывка для вас. Я писал, в моем кошельке сдачи зла вообще не должно быть. Я не должен отвечать злом, потому что злом отвечать и так все умеют. Нам не нужно этому учиться. Я никогда не учил Илюшу своего бить или кусать. Но он это умеет, это где-то заложено в нем. И нам нужно наоборот исправлять и постоянно помогать ему, для того, чтобы перестать делать зло, делать что-то плохое. В моем кошельке не должно быть сдачи зла. В моей жизни не должно быть этого. Я не должен отвечать злом. Второе, это когда я могу не отвечать злом на зло. То есть вторая рекомендация для меня, когда в мою жизнь пришло зло. Хорошая вещь, хороший совет когда-то пришел для меня, чтобы сделать паузу. Когда есть какой-то, знаете, возбудитель, ну часто он это какой-то человек, и он что-то сказал, сделал. Но есть же такое, друзья. Вот мы же смотрим друг на друга и должны быть честными. Есть, конечно. Потому что мы люди. Но мы должны делать вот эту паузу. Знаете, когда есть возбудитель, здесь пауза. Пауза, остановись секундочку. Научись что-нибудь делать, но чтобы не было обратной реакции. Обратная реакция всегда, когда мы быстро отвечаем, как правило, она неправильная. Мы не успели подумать, горячо ответили, сказали, сделали. Лучше всегда сделать паузу. Отойти от этого. Помолиться. Открыть свое сердце Богу. Рассказать о своих чувствах. О том, что вы, возможно, чувствуете по поводу кого-то. И не думайте, что если это плохие мысли о ком-то, что нужно это скрыть от Бога. Откройте ему свое сердце и скажи, Господи, ты видишь это в моем сердце? Я ненавижу этого человека. Я всегда хочу уколоть, ответить злом. С моим сердцем что-то не так. Господи, делай что-то с ним. Бог любит искренность. Когда мы сокрушаемся, когда мы признаем свое падение, когда мы признаем то, что мы поступаем неправильно, только тогда мы каемся перед Богом. Бог дает в сердце. Что-то изменение происходит. Но знаете, следующий шаг? Можно сказать, ну, я перед Богом помолился, покаялся. Отлично. Я живу дальше. Но знаете, следующее, что мы должны сделать и обязаны, этому учит Божье Слово, чтобы мы шли к этим людям. Чтобы мы приходили к этим людям и просили у них прощения. Мы подошли и сказали, брат или сестра, послушай, я ошибся против тебя. Я сказал, не подумал. Я грешник, ты это знаешь, ты тоже. Ну, вместе, грешники, прости меня. И я вам скажу, мы часто не доходим до вот этого второго этапа. Мы научили искаться перед Богом, но потому что никого рядом нет. В каком-то смысле это легче. Но когда нужно встать перед человеком и поговорить с человеком один на один, я вам скажу, это самая сложная сфера. Личные взаимоотношения между верующими людьми. Ведь мужество в том, чтобы не просто отвечать злом, не просто уйти в сторону. Нам нужно идти навстречу. И последняя, какая рекомендация будет для меня. Вот Божий путь, вот Божий стандарт. На зло отвечать добром. На зло отвечать добром. Я спрашиваю тебя, когда? И здесь есть ответ всегда. Видите это в тексте? Но всегда ищите добра. Есть ответ всегда. Следующий вопрос, кому? Господи, а кому я должен отвечать на зло добром? Видите ответ в тексте? Всем. Верующим? Да. Неверующим? Да. Всегда и всем. На зло отвечать добром. Последний стих хочу оставить его для, просто может быть, напоминания и ободрения. Записано в Евангелии от Матфея. Это пятая глава, Нагорная проповедь, Иисуса Христа. Пятая глава. Шестнадцатый стих. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Люди должны видеть наши добрые дела. Мы должны видеть добрые дела друг друга. Мы должны делать добрые дела друг другу. И в этом всем будет прославляться Бог. Потому что он этого достроил. Продолжение следует.